В Новороссии продолжается война, хотя ее перестали замечать. Видимо, это признак того, что Новороссию Кремль окончательно сдал. Визит госсекретаря США Керри и его приватная беседа с Владимиром Путиным говорит прежде всего о том, что какое-то взаимопонимание между двумя олигархиями достигнуто. Интересы народов, конечно, никакого отношения к этим закулисным беседам, к этим закулисным договоренностям не имеют. Поэтому, видимо, и в средствах массовой информации дано указание больше не показывать Новороссию и никакой правдивой информации не сообщать. Между тем, перестрелки продолжаются. Соглашение об отводе тяжелой техникой со стороны Киева не соблюдается. Идут обстрелы населенных пунктов, идут попытки прорыва тяжелой техники. Вялотекущая война продолжается. И, видимо, это на руку только одному пропагандистской задаче действующего в России олигархического оккупационного режима и возбуждение псевдопатриотической горячки, которая мутит головы многим людям, которые уже впадают в истерику и совсем уже сходят с ума, совершенно отключив рациональные представления об окружающей жизни. Среди поджигателей войны путинский Халуй Жириновский. Мерзостная фигура, которая столько лет коптит небо российской политики. Он объявил, что все, кто попал в плен в первые месяцы войны 41-го года, это только украинцы, а русских там не было. Прямо так и заявил этот шут Гороховой на высокой ставке, с высокой должностью, увешанный орденами, обласканный всеми возможными средствами, какие только есть у олигархического режима. Этот дворняга, помесь крысы с кроликом, в собственных корнях не может разобраться, где уж ему делить русских на украинцев и просто, собственно, русских. Но именно этому выродку дают эфиры, посты, ордена. Почему? Потому что они такие же, как он. Весь бред Жириновского – это совершенно откровенно изложенная политика Путина. И даже если Жириновский скажет что-то правильное, то лишь для того, чтобы изгадить правду. Ровно так же себя ведет и Путин. Не иногда, а всегда и всюду. Если в Кремле предатели, то на границе Российской Федерации как же не быть предателем? Они там постоянно появляются. 2 мая ФСБ Российской Федерации сдала СБУ, вот этой террористической организации, которая действует на территории Украины, бойца батальона специального назначения, гражданина Новороссии, Тарасенкова Михаила Владимировича. Об этом пишут многие русские ресурсы, которые, к сожалению, не являются средствами массовой информации. Михаил Тарасенко вступил в ополчение, чтобы защищать свой дом, своих близких, свое право говорить и думать по-русски, и с первых дней участвовал в обороне Новороссии. Год назад он записал в виде обращения к карателям, в котором посоветовал им возвращаться домой. Видимо, его запомнили не только каратели, но и кремлевские предатели. С августа 2014 года в качестве представителя фонда Стрелкова Михаил сопровождал поставки гуманитарных грузов с территории Российской Федерации на территорию Луганской Народной Республики. Михаил и двое его друзей, граждан Российской Федерации, намерялись отвезти медикаменты, продукты питания и подарки ветеранам Великой Отечественной войны на частном автомобиле «Соболь». Однако через границу их микроавтобус не пропустили. Нужно отметить, что подобные случаи нередки отечественные таможенники нередко заворачивают гуманитарные грузы, собранные общественными организациями, по причине отсутствия тех или иных документов. Бюрократия работает и там, так же, как кремлевская бюрократия, так работает и бюрократия на местах, против собственного народа, всегда против собственного народа. После запрета на пересечение границы Тарасенков и его приятели решили сделать это нелегально. Благо, ранее подобные перемещения не считались какой-то редкостью и уже в период начала боевых действий многие полченцы попадали в Донбасс именно подобным способом. На территории ЛНР Соболь гуманитарщиков был расстрелян бандитами Плотницкого, которые арестовали и передали их республиканскому МГБ. Последние после двух дней допросов отвезли всех троих в наручниках и с мешками на головах обратно в Россию, где сдали представителям погранслужбы. После ночи допроса российские пограничники приняли решение отпустить арестованных, а жителя Луганска и гражданина Украины отдать СБУ. Бывшее ополчение Старосенкова был выдан врагу по приказу начальника Куйбышевской погранкомендатуры РФ капитана Чичканова. Вот такие у нас пограничники, такие у нас ФСБшники, такие у нас МВДшники. Люди, которых настраивают на предательство. И они становятся предателями, становятся полицаями в своей собственной стране, становятся послушными слугами оккупационного режима. Поэтому с ними у нас не может быть никакого мирного разговора, никакого сотрудничества, ни по одному вопросу. ФСБ, МВД, пограничная служба, таможенная служба, все эти военизированные службы, спецслужбы, все они служат врагу. Самому настоящему врагу, который сидит в Кремле. Мы должны четко это осознавать. Все эти люди в погонах наши враги. Даже когда они нам мило улыбаются, даже когда они принимают какие-то решения, сходные с теми, которые мы бы хотели, все это лишь для отвода глаз, все это может нас лишь только обманывать. Поэтому с этими людьми никакого сотрудничества быть не может до тех пор, пока оккупационный режим продолжает действовать. И пока эти люди продолжают действовать в пользу этого оккупационного режима, выполнять его подлые распоряжения и насаждать в стране беззаконие. А эти люди могут делать только это, только беззаконие. Они не способны выполнять даже свою собственную конституцию, даже те законы, которые они принимают. Потому что если бы они свои указания превратили в законы, то это был бы не просто тоталитарный режим, это был бы тиранический, русофобский, зверский, террористический режим. Продолжаются издевательства над полковником Квачковым в местах заключения, куда он водворен за то, что он честно и мужественно служил России и интересам народа. До тех пор, пока не выпущен полковник Квачков, вообще даже рассуждать на тему трансформации режима в какую-то позитивную сторону невозможно. Сейчас похоже, что полковника Квачкова хотят просто заморить, подорвать его здоровье, чтобы он скончался в местах заключения и не вышел на свободу. И своим словом, и своим присутствием в сознании людей не побуждал народ к сопротивлению оккупационному режиму. Здоровье полковника Квачкова, осужденного за попытку, якобы попытку вооруженного мятежа, риска ухудшилось. На месте осколочных ранений головы, которые он получил на службе родине, начали появляться новообразования. Однако, по заявлению адвоката Квачкова, руководство Мордовской колонии отказывается проводить медицинское освидетельствование отставного офицера. А тем временем судебные органы пытаются запретить очередную книгу осужденного, кто правит Россией. Не забудьте ее приобрести, прочитать, поставить свою собственную библиотеку и посоветовать другим. Воспользоваться этой книгой, как и другими книгами полковника Квачкова. Это руководство к действию, это основа мировоззрения. Поэтому, пока вся эта ублюдочная публика не запретила эти книги, не уничтожила, приобретайте, скачивайте в интернете, осваивайте. Руководство Мордовской исправительной колонии перевело 66-летнего Владимира Квачкова на специальные условия содержания. Об этом сообщил адвокат Оксана Михалкина. Это означает, что ему серьезно ограничено право на свидание. Он имеет право получать передачи только раз в полгода. И самое главное, он лишен права ходатайствовать об УДО, условно-досрочном освобождении. А ведь вскоре у него выйдет половина срока, который Квачков отбыл. Такие меры были применены к ее подзащитному, по надуманным основаниям. Он нарушил негласный запрет администрации исправительного учреждения на обсуждение с другими осужденными глав своей книги «Русская революция» неизбежно. «Какое ваше собачье дело? О чем мы разговариваем между собой?» Это вопрос не только к тем, кто управляет у нас исправительно трудовыми учреждениями. Это вопрос ко всем остальным людям, которые считают себя вправе вообще вмешиваться в нашу жизнь, в наши личные переписки, в наши телефонные разговоры, в наши разговоры между собой, в наши личные беседы. Все эти люди лезут своими грязными руками в нашу жизнь. Во ФСИН России данные о переводе Квачкова на специальные условия содержания не подтвердили. Заявления об ужесточении условий являются надуманными, его сторонники постоянно пытаются создавать новостные поводы на пустом месте. Вот так отвечают вот эти ублюдки, заплеченных дел мастера, которые издеваются над полковником Квачковым и над всеми нами, над всей нашей страной, над русским народом. В лице полковника Квачкова издевательства вот этих людей, которых, конечно, хорошо бы знать поименно, называть их, показывать портреты, пугать ими детей, потому что это выродки рода человеческого. Они говорят, что в настоящее время никто условий содержания не ужесточал. Владимир Квачков имеет ровно те же самые права, что и любой другой осужденный. То есть право сдохнуть там в колонии. Вот единственное право, которое считается незыблемым. Никаких остальных прав в колониях российских, конечно, нет. Никакого порядка там нет. Там такой же уголовный порядок, как царит и за пределами колоний. Только здесь пространство нашего индивидуальной свободы несколько шире, а там несколько уже. А принципиально, в общем-то, ничего не различается. В супругах полковника Квачкова, Надежда Михайловна, накануне была вызвана ФСБ для допроса. Она рассказала об этом. Следователь Осадов довольно вежливо расспрашивал меня о материалах, которые находятся у меня на столе, а именно о статье Максима Калашникова, посвященного отношению в колонии к моему мужу. Спрашивали меня и о публикации книги моего мужа «Кто правит Россией». На все вопросы я отказался отвечать, сославшись на 51-ю статью Конституции, которая позволяет мне свидетельствовать против себя самого и своих близких. Очень правильное решение. С этими людьми никаких разговоров у нас быть не может. Никаких сведений мы им передавать не можем, даже если они скажут, что они действуют в интересах нашего Отечества, то, что они преследуют преступников, это все ложь. Они преследуют нас, русский народ, русских людей. В данном случае полковника Квачкова. Если у вас, дорогие зрители, будут интересоваться какой-либо информацией, представители ФСБ будут показывать корочки, будут вас убеждать, что некие люди очень плохие, а вы можете дать ценную информацию, ссылайтесь на 51-ю статью Конституции и говорите «Я не хочу быть у вас ни свидетелем, ни подозреваемым, никем в вашей системе я быть не хочу». Эта система глубоко враждебна мне, поэтому есть 51-я статья Конституции и отвяжитесь от меня, я не собираюсь вам сообщать никаких сведений. Также Надежда Михайловна отметила, что некий правозащитник, так называемый антифашист, с многолетним стажем, Евгений Прошечкин, написал запрос ФСБ, в котором указал на необходимость проверить, не является ли книга «Кто правит Россией» экстремистским материалом. Сам он называет себя антифашистом, насколько я знаю, он возглавляет Московский антифашистский центр. Но это такая несуществующая организация, никогда не существовавшая. Но есть такой специалист, который получает гранты от всяких сомнительных заведений, Евгений Прошечкин, который специализируется на доносах, которые выгодны ФСБ. В свое время на меня писал донос этот человек, и ФСБшники тоже ко мне приходили, и пытались со мной вести какие-то беседы. И мне на ушко ФСБшник шепнул, что мы этих сволочей, мы этот Московский антифашистский центр, прижмем, а там еще есть Московский центр по правам человека, МБПЧ, под руководством Александра Борода, вот мы их прижмем по финансовой части. Ничего подобного не произошло. Наоборот, эти доносчики получили статусы, гранты, и продолжают свою поганую деятельность до сих пор. Никто не собирается их пресекать. Наоборот, это очень удобные для ФСБ персонажи. Книга Квачкова «Кто правит Россия» вышла в свет в 2013 году. В ней полковник утверждает, что власть в российском государстве сосредоточена в руках малоизвестного общественности узкого круга лиц, которые находятся в тени широкоизвестных российских политиков. Кроме того, автор книги анализирует цепь политических и экономических событий последних лет и пытается разобраться в том, кто за ними стоит и какие интересы преследует. В издательстве «Алгоритм» подтвердили, что вопрос о признании данной работы экстремистским материалом поднят. Мы получили уведомление о том, что Пезенский суд уже рассматривает этот вопрос. Пока решения суда на этот счет нет, вообще целый ряд книг, которые мы издавали, признан судами экстремистской литературы. Причем это делалось через суды в других регионах, в Туле, в Уссурийске, в общем, там, куда мы не имеем материальной возможности поехать и отставить наши права. Это тоже обычная подлая система, подлый метод, которым пользуются те люди, которые оккупировали нашу страну и склоняют к изменениях судей, прокуроров, следователей. И пользуются вот таким методом. В удаленных судах проводят заседания, которые объявляют какой-то материал, какую-то книгу экстремистской. Это распространенная практика, уже нельзя ничему удивляться, поэтому даже ездить на эти суды не стоит и обращать внимание на них не стоит. Обычная книга, которая признается экстремистской, уже разошлась, тираж распродан, он осел в библиотеках. Главное, чтобы русские люди читали книги русских идеологов, русских политиков, чтобы они, те материалы, которые будут признаны экстремистскими, уже положили себе в мозги, уже их освоили, и чтобы эти книги находились в их библиотеках. За то, что эти книги там находятся, никто вас не осудит, потому что вы их приобрели и поставили на полку до решения суда. Поэтому спокойно владейте этими книгами и гордитесь тем, что запрещенная литература находится у вас дома, у вас на книжных полках. В апреле 2013 года суд во Владимирской области признал экстремистским материалом книгу Квачкова «Главная специальная операция впереди» на обложке, в которой был изображен человек, похожий на Чубайса. А в феврале нынешнего года Мосгорсуд признал террористической и запретил деятельность общественной организации народного ополчения имени Минина и Пожарского, которую создал и возглавлял полковник Квачков. Но пока это решение не вступило в силу, потому что спецсудья Казаков, который специально поставлен для принятия таких решений, так и не сформулировал постановление суда и не вынес это решение в качестве документа. Этот документ может быть оспорен в кассационной инстанции, пока этого документа нет. Соответственно, решение не вступило в законную силу, но мы уже видим, в каком направлении действует мысль о поганой власти, о оккупантов, с которыми мы боремся, и уничтожение которых является целью русского движения и любого русского человека, который заботится о своем будущем и хочет жить в русской России, в семье народов, которые окружают русский народ без олигархических оккупантов, без инородцев, проникших на самые высокие этажи власти и истязающих нашу страну, осуществляющих геноцид русского народа и других коренных народов страны. Все, кто против изменников и воров, это экстремисты, так считают, видимо, все чиновники. Может быть, некоторые из них считают по-другому, но предпочитают молчать и действовать так, как если бы они считали ровно так же, как и их начальство. Совершенно безобидную партию дела обвинили в экстремизме. Письмо Минюста на эту тему содержит анализ программы партии с надерганными из нее цитатами со словом «русский». В заявлении по этому поводу от имени партии сказано следующее. Распад союза начался, естественно, с отрицания объединяющей роли русских с культивацией русофобии. За это многие республики дорого заплатили деиндустриализации, экономическим ослаблением, падением уровня жизни, сокращением населения разных национальностей. Посмотрите, как корежат Украину, когда из нее пытаются выдавить все русское. Что или кто объединяет наши держави, например, тувинцев и карелов, русский народ, его культура, возможности, деятельность в истории, это надо осознавать. И далее. Мы в партии дела не понимаем, кого может обидеть упоминание государство, образующей роли русского народа и русской культуры. Только недругов России, возможно, тех, кто хочет ее развала. Ну, или тех, кто мечтает превратить народ в безликую массу, не помнящую историю. Этот подход демонстрируется, в частности, в документе либералов программе 2020. В ней указывается, что миллионы жителей России разучились работать, поэтому их надо заменить иммигрантами. Это выгодно для либералов, источником власти. И высшей ценностью является не народ, а деньги. Ради них народом можно и пожертвовать. Этот подход и есть ровно то, с чем надо бороться и сегодня в первую очередь. Как оказалось, Минюст обеспокоен также еще и тем, что в программе помянут Егор Гайдар, один из идеологов разрушения страны, божок, либераста всех мастей. А также упоминается Чубайс, чья фамилия олицетворяет все самое гнусное, что только можно встретить на высших властных этажах современной Российской Федерации. Минюст обнаружил в данном случае пренебрежение. Видимо, в Минюсте сидят такие же выродки-сатанисты, которые в истории совершенно отчетливо обозначены фамилиями Гайдар и Чубайс. Напомним, что должность министра юстиции у нас тихо и незаметно занимает некто Александр Коновалов, который во времена ОН и даже публикал некие патриотические статьи и покровительствовал узкой группе питерских имперсов, чья активность почему-то оказалась обратно пропорциональной степени возвышения их патрона в иерархии воров и изменников. Выше должность, выше лояльность. Видимо, не суждено господину Коновалову отметиться в истории чем-либо кроме русофобии. Должность у него такая, или точнее начальство у него такое, и сам он под стать этому начальству. Был патриотом, стал русофобом. Простая трансформация, обычная, естественная трансформация в системе путинской власти. Ну, какой еще может быть порядок кроме нравственного у республики возглавляемой террористом и убийцей? Конечно, очень нравственный порядок. Там нельзя сквернословить, там нельзя курить, там нельзя изменять своим женам, видимо. Ну, вот, педерастический скандал потряс эту республику и теперь везде обсуждают. Как оказалось, глава Чечни, назначенный Путиным, Рамзан Кадыров разрешил руководителю Ножей Юртовского РОВД Ножуду Гучигову взять себе в качестве второй жены 17-летнюю школьницу. 57-летний Гучигов решил силой взять в жены некую молодую даму и пригрозил семье расправы, пообещал забрать девушку и при этом на въезде в село Гучигов расставил блокпосты, чтобы его избранница не сбежала. Впрочем, он поначалу заверил, что у него уже есть жена, а с юной особой он вовсе даже не знаком. Рамзан Кадыров правда одновременно заявил, что свадьба не выдумка, что девушка идет замуж по доброй воле и выйдет обязательно, как бы ни злопыхали по этому поводу проплаченные какими-то господами-либералами журналисты, мы не либералы, мы не проплаченные, мы говорим о том, что педерастия стала в Чеченской Республике видимо нормой, если захочется какому-то престарелому выродку жениться на несовершеннолетних, он это сделает даже если у него уже есть жена вопреки действующим нормам закона Российской Федерации потому что в Чечне законы Российской Федерации не действуют, там действует приказ господина Кадырова если он разрешил значит можно а на российский закон можно наплевать тем более, что Рамзан Кадыров неоднократно призывал сделать многоженство в Чечне легальным у нас в Чечне женщин больше, чем мужчин но все они должны быть устроены в жизни многоженства разрешают наши обычаи и наша религия так он говорил в 2009 году а также он тепло отзывался вот этом начальнике РОВД не было ни одного случая малодушия не выполнения боевого задания или предательства то есть это халуй которому позволено нарушать российские законы потому что якобы в Чечне действуют некие обычаи откуда Рамзан Кадыров знает об этих об этих обычаях никому не ведомо потому что он вообще ничего не знает ни о чем он знает только жизнь террориста убийцы который контролирует территорию выданную ему по благословению из Кремля от оккупационного режима он же там осуществляет тоже оккупационный режим оккупационный режим не знает никаких норм он может пренебрегать местным законодательством а местным законодательством только российское поэтому пренебрежение Рамзана Кадырова и его халуев к российскому законодательству прямо свидетельствует о том что режим оккупационный впрочем точно так же пренебрегают законодательством и на всей остальной территории Российской Федерации законы написаны для оккупированных граждан но не для чиновников вроде Кадырова или Владимира Путина к сожалению у нас оказывается что в системе государственной власти тоже открыто высказываются в пользу педофильских наклонностей вот этих чиновников Чеченской Республики главный специалист по детям в нашем государстве Павел Астахов разродился весьма примечательной педофильской тирадой на Кавказе раньше происходит эмансипация и половое созревание давайте же не будем ханжами есть места где женщины уже 27 лет сморщенные а по нашим меркам им под 50 а вообще Конституция запрещает вмешательство в личные дела граждан это говорит человек который поставлен для защиты детства посягались в том числе и вот этих выродков извращенцев ну по всей видимости что-то извращенное есть и в самом Павле Астахове который был таким телевизионным адвокатом а потом видимо за смазливую мордашку был продвинут уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации двоеженство запрещено российским законодательством брачного возраста в России 18 лет в исключительных случаях брак может быть заключен с 16 лет в случае беременности почему этот раскручен скандал может быть для того чтобы у нас педофильство и склонение несовершеннолетних к раннему браку стало нормой точно так же как эти ребята нас приучают к мысли о том что пенсионный возраст может быть повышен точно так же они сейчас вот этими скандалами приучают нас к тому что возраст вступления брак может быть понижен как должно быть в оккупированной стране дети являются инструментом удовлетворения извращенных наклонностей оккупантов а граждане престарелого возраста должны быть лишены каких-либо средств существования и побыстрее отправляться в мир иной чтобы не тратить на них средства выделяемые каждым государством нормальным социальным государством для обеспечения старости болезней инвалидности и так далее все это должно быть списано и люди весь народ должен быть списан а дети должны быть использованы вот для таких извращенцев которые оказывается у нас привечаются в Чечне под покровительством Рамзана Кадырова положение в стране многие считают почему-то улучшившимся в последнее время кризис якобы преодолевается на самом деле есть стратегический провал России который длится уже несколько десятилетий а при Путине он только усугубился не только потому что воровство стало тотальным и повсеместным и любой чиновник оказывается вот в этой системе отношений коррупции и государственной измены и рано или поздно он идет на это на коррупцию на воровство или на государственную измену но также и потому что страна системно разрушается вот этой властью ее изменническими ориентациями происходит крушение всех систем социальных систем и систем которые формируют будущее нашей страны один из методов уничтожения науки это лишение российской науки связи с мировой наукой и сейчас бюрократы приняли решение что можно лишить ученых подписки на тысячи научных журналов российский фонд фундаментальных исследований из-за снижения курса рубля не смог оплатить подписку на базу периодики которая считается основным способом получения информации по фундаментальным и прикладным наукам задолженность за подписку составляет около 900 тысяч евро глава РАН Владимир Фортов заявил что в случае лишения подписки российские ученые окажутся фактически в изоляции от мировой науки заявил он и заявил тут в пору забастовку объявлять Фортов заявляет ну вот такой ручной глава Российской Академии наук который никак не беспокоит вышестоящее начальство к сожалению ну вместо ученых в Российской Федерации удобно становится жить хунвибином и таких хунвибинов начали формировать сначала движение антимайдан а вот сейчас Единая Россия планирует запустить проект безопасная столица в рамках которого Московские улицы и дворы будут патрулировать дружинники ну они и раньше патрулировали мы знаем как в общем что есть они что нет все едино по плану к концу лета патрулировать будут все районы каждый как минимум раз в месяц пока речь идет о 125 районах так называемой старой Москвы но кто не знает есть еще новая Москва прирезанные территории которые конечно никакой Москвой не являются просто территории теперь которые контролирует господин Собянин там свои экономические проекты разруливает получает возможность расхищать бюджетные средства ориентируясь на то что вот надо осваивать новые территории Москвы кому это надо ни москвичам ни Москве ни России это не надо но дело речь не об этом речь о вот этих хунвебинах патруль будет состоять из 3-4 человек спортивного телосложения где они найдут среди своих рохлей каких-то людей спортивного телосложения разве что нанять нанять уличных бойцов они могут скорее всего так и будет для того чтобы какие-то скандалы организовать привлечь внимание и списать большие средства которые на все это дело выделяются конечно не из личных средств членов партии Единая Россия партия вообще спонсируется крупнейшими экономическими структурами но втихую за кулисами как формируются средства для того чтобы столица Российской Федерации контролировалась вот этими отрядами хунвебинов мы сказать не можем вот на первом этапе они собираются сформировать группу в 500-700 добровольцев я думаю добровольцев у них там просто не будет там может быть будут несколько сумасшедших остальные конечно будут наемники набираться они будут из около боевых братств что это такое никто не знает таких организаций как Союз десантников России я думаю ни один уважающий себя десантник в эту контору не пойдет ассоциации ЧОП частные охранные предприятия ну это вообще какая-то фантастика там только за деньги работают офицеры России ну это просто какая-то фальшивая организация ее не существует реально это люди для того чтобы с флагами ходить на фальшивых шествиях которые заплату организуют с Кремлем других функций у нее нет Союз ветеранов Вильянского и Рижского ОМОНа а также казаки ну не будут эти люди не пойдут они ни в какие дружинники а если пойдут то только на операции которые будут оплачены хорошо оплачены эти люди привыкли получать деньги или просто отказываться от всяких неприличных предложений проще говоря будут искать бандитов и хулиганов которые за деньги будут организовывать разные погромы для интересов для удовлетворения интересов воровской власти которая существует в Москве и по всей нашей стране дружинники как пишут получат партийную форму с традиционным медведем на спине шевроном спереди с названием партии и проекта это очень удобно проще будет выявлять все эти нечистоты обычно Кремль расплачивается своими халуями вот байк-клуб ночные волки получил в пользу участок земли в Севастополе общей площадью около 266 гектар соответствующее постановление 12 мая опубликовано на сайте правительства Севастополя в нем отмечается что участок расположенный в Волоклавском районе сдается в аренду на 10 лет под размещением многофункционального спортивно-патриотического центра экстремальных видов спорта байкеры вообще-то не занимаются никаким спортом и тем более экстремальным мотоциклисты занимаются есть мотоциклетные секции есть такой вид спорта а байкеры не занимаются спортом это только вот эти ночные халуи вот они может быть спортом занимаются только спорт у них называется халуйство обеспечение пропагандистских акций действующих на территории Российской Федерации оккупационного режима вот это то чем занимаются ночные волки других занятий у них нет поверьте и их занятия оплачены очень хорошо так же как и вот этих дружинников которые будут бродить по Москве и искать приключения для себя и для случайных граждан которые попадутся им в лапы как указано в документе выделяемая земля относится к категории земель населенных пунктов стоимость одного квадратного метра участка определяется в размере 536 рублей это один квадратный метр стоит 500 рублей в постановлении сказано что поскольку деятельность ночных волков является не коммерческой она является только коммерческой никакой другой деятельностью они не занимаются просто все это дело неофициально происходит передача денег вот якобы она не коммерческая социально ориентированная она конечно не социально ориентирована ориентирована только на пропаганду достижений путинского режима больше ничем они не занимаются Но поскольку ее обозвали некоммерческой и социальной, эту антинародную деятельность, то арендная плата за пользование участком устанавливается в размере 0,1% от стоимости земельного участка. То есть он стоит за квадратный метр 500 рублей, а 0,1% это будет 0,5 рубля за квадратный метр. В документе указано, что проект спортивного центра является социально значимым проектом для развития Севастополя, а деятельность организации направлена на популяризацию здорового рода жизни, улучшение морально-психологического здоровья граждан и их военно-патриотического воспитания. Таким образом, арендная плата за участок, 266 гектаров для ночных волков, составит около 1,4 млн. рублей. Нет сомнений, что эти земли будут использованы для сдачи в аренду, для раскручивания там коммерческих проектов и обеспечения этими проектами деятельности мотоциклетного клуба, действующего на территории Москвы. В других местах, может быть, тоже действует, но что-то как-то не слышно, кроме вот этого Злодостанова, как-то фамилию даже произнести-то тяжело. Человека явно нерусских кровей и нерусских ориентаций, не ориентирован на интересы русского народа. Человек, который не способен здраво высказать свою мысль, сформулировать ее на русском языке, нанят для того, чтобы демонстрировать свой экстерьер. Вот эти нерусские, зачерпнутые из-за рубежа образы таких крутых ковбоев, которые вместо лошадей используют мотоциклы с отвинченными глушителями и вот с ревом носятся где-то там по трассам. По каким трассам они носятся, я не знаю. По-моему, они только пьянствуют у себя в своем клубе-центре, больше ничем не занимаются. А проехать по России так, как ездят, скажем, по Америке, по этим шоссе, которые пронизывают всю страну, в России невозможно. У нас нет таких дорог, поэтому у нас байкеры такие в кавычках, они от вот этой субкультуры байкеров зачерпывают только какие-то отдельные элементы. А в целом, конечно, просто мотоциклисты, которые на мотоцикле-то толком ездить не умеют. Кроме экстерьера им продемонстрировать больше нечего. Экстерьер, как у собак примерно, вот так как собак их и наняли, ночные собаки, псы, ночные псы, вот как стоило бы назвать этих людей. Да они, по-моему, иначе что-то не ездят, просто псы, псы-режимы, вот надо переименовать этот клуб из Алдостанова. Юрий Лужков встретился с корреспондентами на своей ферме под Калининградом. Бывшего мэра теперь более 5000 гектаров владений, на которых он выращивает пшеницу, овес, ячмень. Может быть, полезным делом, наконец, начал заниматься за Лужковым такие преступления. Столько трупов за ним, столько горя людского. За многие годы, что он возглавлял Москву, 93-й год ничем не может быть прощен. У Юрия Михайловича, которого так любят старушки, почему любят, непонятно. Руки по локоть в крови, не меньше, чем у Рамзана Кадырова. Ну, а теперь вот он такой сельский житель, предприниматель, сельский предприниматель. Он рассказал, что в стране у нас ужасающие ценообразования. И что говорит о монопольном, а не о конкурентном хозяйстве. Как будто бы не он, не Юрий Лужков создавал именно те условия, в которых мы сейчас живем. Почему повысились цены даже на хлеб, на молоко и так далее? Это признак монопольного, а не конкурентного хозяйства. Или сговор тех, кто занимается, по сути дела, в первую очередь, не производством, а торговлей. Рассуждает Лужков. Это как раз то, чем он занимался всегда. А теперь, став сельским жителем, он вдруг прозрел на старости лет. Отвечая на вопросы о том, на каких затратах складывается цена на буханку хлеба, Лужков заявил, что 80% цены отбирают у покупателя те, кто занимается торговлей, перекупщики и оптовики. Такая экономика нижесть не способна, антинародно добавил бывший мэр Москвы. Можем судить о том, что происходит с этими людьми на пенсии. Они превращаются в нормальных обывателей, которые судят о жизни в стране как обыватели. Вот и Юрий Михайлович Лужков. Лучше бы он с самого начала своей жизни был бы просто селянином. Просто бы сеял хлеб и рассуждал в том духе, в каком он рассуждает сейчас. Но он был одним из самых отчаянных негодяев, который искорежил нашу страну, истязал ее своими идиотскими проектами. Кстати, напомним, что он пытался возродить проект поворота сибирских рек, который просто изничтожил бы экологию нашей страны. Ну вот такой человек сейчас нас поучает и рассказывает нам о том, как должна быть устроена нормальная экономика и как нужно бороться с монополизмом. Но его преемник Сергей Собянин вынужден отстранить от должности двух заместителей руководителей Департамента строительства Москвы, Владимира Шевцова и его коллегу Виктор Корнеева. В мэрии отмечают, что такое решение вызвано личным желанием руководителей покинуть занимаемые ими должности. Вы видели таких руководителей, которые готовы по собственному почину покинуть свои должности? Конечно, это не так. Им просто намекнули, что будет хуже, если они не уйдут. Вскроются не только те дела, по которым они сейчас проходят, но и многие другие. Шевцов стал фигурантом дела о хищении бюджетных средств. Источники в правоохранительных органах сообщили, что дело в отношении высокопоставленного чиновника было возбуждено по материалам проверки ВФСБ России по Москве и Московской области. Причиной интереса правоохранителя Каперсона Шевцова может быть его деятельность в должности директора Федерального государственного учреждения Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России в период с 2007 по 2011 год. Как всегда, поднимают старые дела. Новые дела по новым делам предлагают сделку. По старым делам прижимают, возбуждают уголовные дела, заставляют раскошелиться, отдать все свои накопленные непосильным воровством средства, для того, чтобы не привлекли за свежие дела. Источник в правоохранительных органах не исключил также, что возбуждение дела может быть связано с хищением в сфере строительства метро. Именно на это направление курировал Владимир Швецов. Что на самом деле творится в стране? Сокращение расходов, как обычно, обернулось существенным ухудшением всех социальных сфер. Доклад о неудачах бюджетной оптимизации опубликован на днях счетной палаты для многих обитателей Российской Федерации, благодаря ей стали недоступны услуги библиотек, детских садов и других образовательных учреждений. Мало того, пресловутая оптимизация привела еще и к увеличению сдержек безо всякого роста качества и доступности услуг. По данным аудиторов, за 2014 год было ликвидировано почти 600 образовательных учреждений, чуть больше 2000 реорганизовано. В ближайшее время, в течение трех лет, будут ликвидированы или реорганизованы еще около 3,6 тысяч образовательных учреждений. При этом, согласно демографическому прогнозу, рост статок к 2020 учебному году потребуется на 2,5 миллиона мест больше, чем в 2012-2013 годах. Как обычно, сначала детские сады, школы сокращаются, а потом оказывается, что их не хватает и детей некуда определить. А по санитарным нормам им просто не пускают, говорят, да нет у нас для вас места в нашем детском саду, вот и все. И живите как хотите. Дети вообще Российской Федерации не нужны, поскольку это государственное образование не предполагает существования народа. Так, по крайней мере, считают те, кто управляет нашей страной и государством под названием РФ. В прошлом году в этом РФ закрыли больше тысячи школ, а в 2015-м планируется ликвидировать еще 600. При этом оптимизация не достигает даже самой простой цели – экономии бюджетных средств. По данным аудиторов, в 46 регионах после оптимизации расходы на содержание образовательных организаций не уменьшились, а возросли. Например, в Сахалинской области на 155%, в Татарстане и Мордовии на 146%, в Вудмуртии на 125%. По сути, оптимизация, как таковая, предполагает не примитивную ликвидацию части социальной сферы, а изменение доступности и качества услуг. Однако, анализ качества образовательных услуг показал, что оптимизация нисколько не улучшила ситуацию с низкой доступностью для сельских жителей. Более 9,5 тысяч населенных пунктов с численностью населения от 300 до 1500 человек не имеют детских садов. 877 из них находятся на расстоянии свыше 25 км от ближайшего детского сада. При этом, треть этих населенных пунктов не охвачена общественным транспортом. Те же проблемы в сфере культуры. За 2014 год в РФ учреждение культуры стало на 2000 меньше. Основные сокращения произошли за счет культурно-досуговых учреждений, которых стало меньше на 1000. И библиотек сокращений примерно на 340 учреждений. В отчете счетной палаты говорится, что после сокращения коек в больницах и поликлиниках более чем на 30 тысяч в большинстве регионов было замечено повышение уровня смертности на дому из-за невозможности транспортировки в больницу. Число погибших в стационарных условиях тоже увеличилось на 3,7% и в больницах на 2,6%. Также отмечается, что штат медицинских сотрудников сокращается без предварительного планирования и подсчета возможных последствий за время проведения реформы уже сокращено более 90 тысяч медиков, а до окончания реформы еще 3 года. Аналитики отмечают, что при этом оптимизация не привела к обещанному властями повышению уровня зарплат. Согласно планам Миноборнауки по удельному весу численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченному общим и профессиональным образованием, показатели Российской Федерации должны были в этом году приблизиться к 99%. На деле во многих регионах показатель не дотягивает и до 60%. В Воронежской области максимальное значение показателя в городах 53%, в селах 23%, в Ставропольском крае в городах 55%, в деревнях 5%. Оптимизация Миноборнауки привела к сокращению численности педагогов на 18,8 тысяч человек. При этом областям и краям катастрофически не хватает квалифицированных учителей. Но просто катастрофа. То есть все, что было сделано в порядке оптимизации социальной сферы, это самая настоящая диверсия. Кто ее осуществляет? Конечно, она происходит не без ведома главы государства или человека, который называет себя главой государства. Это прямая диверсия, прямой геноцид русского, прежде всего русского народа и других коренных народов Российской Федерации. Не нужен народ Владимиру Владимировичу Путину. Он нужен только для одного. Для того, чтобы продолжать сидеть в своем кресле и удовлетворять своим психическим наклонностям, чувствовать себя Наполеоном. Вот этот Наполеон, которому место в психической больнице рядом с другими Наполеонами продолжает править нашей стороной. Это ужасно. Это ужасно. И бедствия, которые обрушиваются на нашу страну, прямо на его совести. Ну, совести там, наверное, уже нет. На совести тех, кто его туда посадил, удерживает и продолжает ему говорить. Ах, Владимир Владимирович, да вы там новый Сталин, вы реинкарнация, там не знаю, кого уж он там Ганди поминал. Вот, наверное, Ганди умер. Поговорить не с кем так он сказал. Ну, вот на уровне Ганди он так себя ощущает. Катастрофы в нашей стране происходят. Просто забитые мозги и затертые души не способны воспринимать этой катастрофы, не способны болеть той же болью, которой болеет вся страна. Вся страна болеет. Семейные катастрофы не складываются в единую картину общей национальной катастрофы. Не видна общая картина по давляющему большинству. А кому она видна, тот, конечно, становится врагом этого режима. Невозможно его терпеть. Он должен быть уничтожен. Или он уничтожит нас. А этого допустить мы никак не хотим.